Вот пришла посылочка, долгожданная, хотя не, быстро она пришла, недельки три шла, да, три недели. Там должны быть две подставки, я заказал специально для штатива, для треноги. Ну их можно прикручивать и на ножки, ну их можно прикручивать и на рейки, на палки простые. Сейчас увидите. И два сигнализатора еще заказал. Сейчас посмотрим, что пришло. Давно я не снимал обзору посылки из Китая, хотя столько уже оно пришло, я еще показать. Потом покажу. Много интересных вещей всяких. Довольно-таки не хватит. Так, что мы видим? Да, оно самое. Вообще по весу как-то легкое кажется. Две алюминиевые подставки, я думаю, будет что-то весить. Вес это не очень, корабли. Что они там присылали, не пойму. Посмотрим. Упаковали хорошо. Так, мы видим, что мы видим. А мы видим, да, сигнализаторы пришли. Вот такие. Один. Второй. И алюминиевые подставки. Ну, они вроде алюминиевые. Легенькие. Маленькие. На фото казались, как всегда, на фото кажется, больше. Посмотрим сейчас. Глянем, как будет смотреться на треноги. Может и ничего. Смотрим, что там за сигнализаторы у нас такие пришли. Как-то с батарейкой или надо саму покупать. Проверим. Да, батарейки нет. Ну, ладно. Крону мы купим. Сюда накручиваем. Такой принцип получается. И второй сюда. Сейчас вы увидите на рыбалке, как это смотрится. Здесь три кнопки получается. Одна у нас... Так, это у нас тональность. Вторая громкость. А третья у нас чувствительность. При малейшей подтяжке получается. Клевочка сюда. Такая тональность. Но выпуск другая. Чувствительность работает наоборот. Чем больше лампочек показывает, тем меньше чувствительности. Надо ставить на самый низ. На первый индикатор. Тогда чувствительности больше. Вот такой принцип. Сингера тоже оттуда с Китая. Там есть любые. Я пока такие заказал. Попроще. Копейки стоят. Сам индикатор стоит 7 евро. Корпус у него какой-то прорезинованный. Мягкий, приятный на ощупь. Похоже на резину. Вставляется крона. Как у всех. Здесь выключатели снизу. На выпуск зеленые, зеленые индикаторы. А на подтяжку красные. Разноцветные получается. Ну и память еще тут горит. Секунд 20-30 показывает. Шпаклевка моя. Жалко, что не удалось мне запечатлеть. Настоящую поклевку. Но у нас все еще впереди. Думаю, скоро будет карповая рыбалка. Там уже, я думаю, точно проверим. Ну, может, еще на линявый выйду. Разочек сгоняю. Так что удачи на ваших водоемах. До встречи на новой рыбалке. Скоро увидимся опять. Пока еще не знаю на какой. На линявый или на карповый. Но уже вот-вот-вот. Карповая рыбалка у нас уже назревает. Сейчас с таким теплом карп сильнее активизируется. Будет лучше брать. Есть смысл уже ехать и на карповый. Ладно. Все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok